В некоторых больницах на запястье пациентов цепляют браслет определенного цвета с указанием имени. Цвет браслета указывает на состояние больного и характер заболевания. Например, красные браслеты цепляют на скончавшихся. Однажды хирург, который работал в ночную смену, закончил сложную операцию и, немного отдохнув, направился в подвал, где, помимо прочего, находился морг. Он вошел в лифт вместе с женщиной. Когда лифт доехал до подвала и двери открылись, они увидели другую женщину, которая ожидала лифта. Но не успела она сделать шаг, как доктор силой захлопнул дверь лифта и нажал кнопку с самого верхнего этажа. Женщина в лифте удивилась такой грубости и спросила, что случилось. Хирург ответил. Это была женщина, которой я только что оперировал. Она умерла под наркозом. Разве вы не заметили красный браслет на ее руке? Женщина улыбнулась, подняла руку и сказала. Вроде такого. Одна семейная пара решила позволить себе отдохнуть вечерок и отправиться развлекаться в город. Они позвонили знакомой девушке, которая уже не раз сидела с их детьми. Когда девушка приехала, двое детей уже спали в своих кроватках. Так что ей было нужно просто сидеть дома и следить, чтобы с детьми ничего не случилось. Вскоре ей стало скучно, и она решила посмотреть телевизор. Но внизу не было кабельного. Поскольку родители не хотели, чтобы дети смотрели всякий мусор, девушка позвонила родителям и попросила разрешение посмотреть телевизор в их комнате. Они, естественно, согласились. Но у нее была еще одна просьба. Она попросила разрешение закрыть чем-нибудь статую ангела за окном в спальне. Или хотя бы закрыть шторы, поскольку статуя ее почему-то нервировала. На секунду в трубке было тихо. А затем отец, который говорил с девушкой, сказал, «Заберяй детей и бегом из дома. Мы позвоним в полицию. У нас нет никакой статуи ангела». Полиция нашла всех троих мертвыми через 10 минут после звонка. Статую ангела так и не нашли. Продолжение следует...